Мы с самооткрытым месте, теперь надо бегать, вперед! Преодолись за граждение, немцы духом дроблены, начиная тормозить. Угрозим, немцы, пошли! Прямо молодцы, молодцы! Дружно, дружно, дружно! Немцы побежали на оборонительную позицию, мешки, броневые щиты, ручные пулеметы. Наши войска несут в потере. Убийц-поручик Литвардии егерского полка. Несколько егерей. Но, тем не менее, наши ребята уже выходят на позицию перед главными агопами неприятеля. Наши войска несут, естественно, большие потери от вражеского кинжалования. Но не прекращают, чтобы противник огнем своих предметов и винтовок. Очень грамотно действует кинжалов. Ручное предмет. Видишь, что блендировано ухо, друзья. А грандоведный путь. Очень опасно. Ну а давайте еще дальше появимся. Закройте, наверное. Так. Отлично. Ага. Болотников. Рапускок Болотников использует вражеское. У него еще тот, чтобы уничтожить огонь по противнику. Ну, да, романтическая попытка увлечь в атаку в полный рост. Но младшего нашего офицера окончилось трагически. Но это не значит, что атака не возобновится. Просто невозможно не взять вражескую позицию, подойдя к ней так близко. Кроме того, обратите внимание, у нас есть еще небольшой, но хорошо вооруженный резерв, который, я думаю, сыграет свою роль в завершающем этапе боя. Пока что наши пехотинцы пытаются по-пластунски, прикрываясь телами своих погибших товарищей, приблизиться к неприятелю. Немцы чувствуют это и забрасывают наши войска гранатами. Ну вот и в ответ получают они. Хорошо, хорошо. Главное не подставить себя под огонь неприятеля. А потом, подобравшись поближе, подняться по молодецки в штыки, чтобы неполадно было германскому супостату. Молодцы, молодцы, дерутся бодро, честь своего знания не роняют, профессионально бьются до конца. Хорошо, хорошо, разрываются немецкие гранаты. Ну вот, первая попытка в штыки, но, увы, не поддержана. Мужественный русский солдат погибает от ударов с оберной лопаткой, нанесённого немцам. Немцы цепко вцепили свою траншею. Выкурить их из неё будет довольно-таки сложно. Ещё гранаты пятят немецкие. Хороший сегодня боеззапас у нашего противника. Просто классический. Любо дорого смотреть, как вооружены германские войска. Так. Тут в лоб их взять нельзя. Надо сплавно действовать. Мы на них положим на ногу больше, чем нужно. Ага, опять ещё очередная граната. Ну, немцы сегодня превзошли сами себя. Просто дождь из гранат. Вот сейчас, прикрываясь дымком, бы перегруппироваться и ударить бы по ним с планга. Ей-богу, получилось. Но, как видно, у полковника Арановича сегодня свои взгляды. Немцы пошли в контратаку. Ну, правильно, дождались, если наши не атакуют. Конечно, немчура пойдёт. Молодец. Русместер Болотников в один кладёт двух немцев. Ну, конечно, при замочах превосходства нельзя. Наши откатились, усеяв поле боя телами своих воинов и вражеских немногочисленных солдат. Немцы опять на передовой позиции, укрытые бронесчетами. Поистине, выкурить их отсюда мудрено. Максим должен прикрыть их с фланга. Ребята, ну опять вас не вовремя заело. Чёрт войны. Сколько ж можно класть наших из-за вашего неготовки? Наши солдаты падают прямо перед вражескими бронесчетами. Ну, Максим, дай их огня. Ну, сколько можно молчать? Именно сейчас-то необходимо. Мы хоть одиночными, но пей же. Немцы не хотят с собой рисковать. Это не русские солдаты. Они отходят снова на главную позицию. Так, ударил опять наш бомбомет. Только не видно, куда же бомба-то упала. Точнее заводить надо, ребятушки, казачки. Какой-то шевеление на поле боя. Раненые пытаются наеншею противника. Только бы Максим не подвел. Вы уж постараетесь, братики-пулеметчики. Хоть сейчас не выдайте. Сколько ж можно христианских душ, как за здорово живёшь, без вашей-то помощи. Просто краски. Сейчас бы, конечно, наших гранаток подбавить. Чтоб не противник далёк носом зарылся бы. Да вот и нет граната. Скудили за два с половиной года войны арсеналы. Всё по-прежнему. Серой святой скотинкой русским солдатом берётся. ПОПИШИСЬ. Гесподин Блейтнан. ДИНАМИЧЕСЬ. КОРОГУКУРГЕССКОГОКОМАНДОЕТ СВОИМ. Ага! Хвисток! Немцы поднимаются на тату. Под барабан Нунимчура. Молодцы! Как в четырнадцатом году! А вот только попались русские мужчины